И задал наш соратник вопрос, сейчас я прочитаю, что он мне сегодня написал. Так, так, человек в Чехословакии, в Чехии, извиняюсь, я уже... Вячеслав, здравствуйте, что думаете, кто будет президентом Чехии, генерал Пётр Павел или бывший премьер Андрей Бабиш? Видишь, тогда, честно говоря, когда он мне написал, я даже первым туром-то не интересовался, который уже прошёл, да, то есть мне как-то было фиолетово, да, ну и так слышал, что там выборы, да, так слышал про этих кандидатов, ну, понятно, Бабиша даже знал, Барыга, словак по национальности, да, его поддерживает определённая партия, а Барыги поддерживают, да, ну, жулики и воры такие. Как у Путина, да, поддерживают демон, потому что он из одного, так сказать, с ним, так сказать, политического клана, ну и так далее. Коммунисты поддерживают, да, вот удивительно, почему коммунисты поддерживают всегда Барыг, вот это просто, ну, в смысле, те, кто называют себя коммунистами, я понимаю, какие они нахер коммунисты. И я вот ему написал, что пока не анализировал, попробую это сделать сегодня и через несколько минут написал, оказалось несложно, хватило трёх минут, ну и так далее. И вот я вам расскажу, что я понял за эти три минуты, да, потому что он мне пишет, что ставки делают неплохие, местная букмекерская контора даёт один к одному на генерала, семь к двум на победу Бабиша. Вот такие фироги, так что, ну, я бы с удовольствием тоже поставил деньги, просто с превеликим удовольствием, потому что нет ни одного, это тот случай, когда шанса проиграть нет ни одного. Если физика, химия, какие-то другие естественные науки, да, они предполагают чудеса, да, то в политике чудес не бывает, если кто-то рассматривает что-то случившееся как чудо, да, к которому не был никто готов, то это значит просто херово готовились, надо было голову включать. Вот такие пироги. Так вот, ну, давайте поговорим о кандидатах. То есть во второй тур вышли Андрей Бабиш, который 54-го года рождения, то бишь ему 68 лет, ну, будет 69, да, то есть уже такой кандидат взрослый, мягко говоря, да. И, ну, всегда надо смотреть на физиономию кандидата, да, чтобы понять, как относятся избиратели, да, помимо того, как там партия относится, как какие-то коммунисты, да, там, они из-за Зюганова могут голосовать у такого Зюганова, да. Вот так Бабиш выглядит, ну, так ничего, похож на советского актера, да, и, ну, я уже сказал, что это барыга, да, который был премьером, в результате очень каких-то непростых политических процессов ушло все правительство в отставку в ноябре 21-го года. Мы все это помним, то есть с ним связывают локдаун, всякую, всякие остальные неприятности, да, уколы и прочее, прочее. И, кроме всего прочего, дело было возбуждено, суд, правда, его оправдал и так далее, ну, вы понимаете, да. И понятно, что олигарх, так называемый, ну, по-нашему, вор и жулик, который находится во власти и, так сказать, имеет какой-то миллиардный бизнес, ну, наверное, это у них лоббизм называется, а вообще это воровство, да, по-русски. Ну, ладно, на этом, в общем-то, пока про Бабиша все сказали, да, а вот это другой кандидат, да, видите, это Петр Павел, генерал, разведчик, смотрящий за НАТО от Чехии и прочее, прочее, прочее. То есть, ну, во-первых, ему 61 год и он помоложе, во-вторых, он посимпатичнее таких девчонки любит, в-третьих, он ни от какой, ни от партии, да, то есть он якобы независимый кандидат, а этот от партии. И что же произошло в первом туре? В первом туре произошло следующее, сейчас я вам покажу результаты, вернее, не покажу, а прочитаю. Петр Павел набрал 35,4 процента, ну, большой, достаточно большой процент, Андрей Бабиш 34,9. Расхождение в полпроцента, казалось бы, это ерунда, да, там полпроцента можно наиграть, да, но это нельзя, понимаете, потому что, еще раз подчеркиваю, то есть, вот, огромное количество было независимых кандидатов и кандидатов от других партий. Ну, то есть, вот, смотрите, Дануши Нерудова, независимый кандидат, 13,9 процентов, очень серьезный процент. За кого она призвала голосовать во втором туре? Ну, естественно, она девчонка и призвала голосовать за того, кто ей симпатичнее, за Петра Павла. Если бы она призвала за Бабиша, то ее навряд ли бы электорат бросился бы, весь 100 процентов голосовать. Здесь тоже не будет 100 процентов, но многие проголосуют, да, то есть, это вот этого одного кандидата уже хватило бы, чтобы Петр Павел победил. А дальше тут еще Павел Фишер, 6,7 процентов, Ярослав Башта, 4 и так далее. И все эти люди, без исключения, бросились поддерживать Петра Павла, да. То есть, вот, я перечисляю, Дануши Нерудови, Павел Фишер, Марик Гилшер, Карел Дишев, Дивиш, ну и так далее. И также коалиция партий поддержала. Там какие-то старосты независимые, зеленые, голубые, там либералы и прочее, прочее. Все бросились поддерживать, вот тут список просто огроменный. Я еще раз подчеркиваю, Бабиша поддержал только Земон, который, ну, с того момента, как началась война, очень плохо себя чувствует в политическом отношении. Понятно, лучший друг Путина, соответственно, и Бабиша рассматривают, как лучшего друга Путина. Конечно, на Петра Павла пытались перевести стрелки, мы помним этот скандал, когда говорили, что там какие-то сведения про него у Путина есть, и там его держат за хвост и так далее. Но вот я вам вангую, что даже если сейчас Путин выйдет и скажет, что это его агент Петр Павел, то все равно он выиграет выборы. Уже ничего нельзя. Не, ну, бывают какие-то там сумасшедшие вещи, да, но это должно быть что-то очень серьезное, чтобы он не... Ну, я, честно говоря, такого серьезного просто не вижу. Вот если бы мне сказали, вот тебе любые деньги, вот тебе этот Бабиш и сделай его во втором туре президентом, бля, я бы отказался. Не, я мог бы, конечно, попробовать, но... Ну, во-первых, мне самому кандидатуру Бабиш не нравится, да, то есть мне более импонирует этот генерал. И барыг я сильно не люблю такого плана, тем более тех барыг, которых коммунисты поддерживают, это вообще через край, да. И самое интересное, понимаете, что Петр Павел получил первое место, да, там полпроцента он выиграл, это неважно. Он получил первое место во втором туре, не будучи ни президентом, ни премьером. Обычно там какой-нибудь премьер получает, да, первое место, или президент первое место во первом туре. А все остальные против него, и он может проиграть, когда все коалиционно соберутся под второго кандидата. Здесь ничего подобного не будет, коалиционно собрались уже под первого, поэтому шансов у второго нет никаких. Выборы эти купить он не может, да, тасовать их не может, поскольку там огромное количество наблюдателей и со всех этих партий от независимых тоже будут. Всем, кто с Вячеславом давно понял, о чем речь. Ну, да. Так, и уберите загорелого. Какого загорелого? Кто такой загорелый? А, этого, блин, а я его не вижу, у меня же тут, это, да, я его не вижу, поэтому уберите Гиркина, надо писать. Вы что, уберите Гиркина. Что еще нужно сказать, конечно? Не, ну, я говорю, что я с удовольствием, если будет возможность поставить, поставлю. Почему? Потому что деньги, да, ну, на Петра Павла. Потому что явка в первом туре составила 68, через запятую 24%. Ну, вы понимаете, что для Чехии это максимальная явка. Ну, пусть во второй тур придет 75%, что совершенно невероятно, но пусть придет. Пусть все, весь вот этот вот кусок, да, почти 7%, 6% с лишним, да, проголосует за, против, я даже не буду говорить, что за Бабиша, да, против Петра и Павла проголосуют. И что? И ничего не случится. Даже если они все проголосуют за Бабиша, ничего не случится, да. Потому что он, Бабиш, исчерпал ресурсы электоральные. Других кандидатов не будет, то есть других избирателей не будет. Ну, смотрите, он Словак, да, по национальности. Ну, значит, в первом туре все, кто хотел из Словаков, уже за него проголосовали. Его в первом туре поддержали коммунисты. Значит, все, кто таких взглядов, уже проголосовали, голосовать больше не будут. Те, кто заземаны, они уже проголосовали и так далее. То есть, все. Во втором туре у него нет никакого резерва электорального. Если там, они даже пойдут по квартирам, будут всех, идите, вы никогда не голосовали, идите, голосуйте и так далее. 100% они смогут вытащить на выборы? Нет. Это исключено. 75% – это самый высокий предел. Ну, а там нет того количества избирателей, которые бы дало ему победу. Поэтому абсолютно бессмысленно оставить на бабиша, если меня спрашивают, надо ставить на Петра Павла. И все. Так что, те, кто знает, куда поставить, скажите, я тоже поставлю. Какую линию этот Павел вести будет, откуда мы знаем? Это то, что вам рассказывают на выборах – это одно. Одно на витрине, другое в магазине. Так всегда есть и было, и будет. Я одного только кандидата знаю, который делает после выборов то, что делал до выборов. Это я сам. То есть, вот я больше таких не видел других. А я что говорю, то что вижу, то и пою. Ну, еще подтверждение того, что сейчас серьезная ситуация, война в Европе. И, конечно, рассматривать в лидеры генерала, разведчика, кем бы он там ни был, спецназовца и прочее. Ну, для народа, конечно, более приоритетно, чем рассматривать барыгу, который, будучи премьером, все запорол и обосрался. Поэтому я думаю, что тут как-то, в общем, все понятно. Но вот мне, конечно, могут оппонировать и сказать, что, а ты помнишь выборы 10 мая 1945 года, и Черчилль со своей партией проиграли выборы, которые были сразу после победы. Восьмого объявили победу, а десятого вроде Черчилль должен был на белом коне со своей партией въехать, а он, наоборот, выехал. И не на белом коне. То есть, англичане решили, что война закончилась, и нужно давать возможность работать тем, кто не на военных рельсах, убрать военного лидера, чтобы не было проблем, так сказать, диктаторских. Ну, может быть, они оказались и правы, а может быть, и нет. Ну, история показывает, что они в то время оказались неправы, да, что лейбористы, в общем-то, не очень хорошо поработали. Субтитры создавал DimaTorzok